Всем привет! С вами Изабелла, и сегодня мы вам покажем мой реализованный объект. Эта квартира площадью 48 квадратных метров расположилась в городе Казань, в ЖК Казанцу, недалеко от парка Карлай. Основной задачей являлось создать функциональный и современный интерьер за минимальное количество времени, чтобы мы смогли его реализовать, и разумный бюджет. Я думаю, что мы справились с этой задачей. От застройщика здесь была дана хорошая планировка, которую мы немножко видоизменили. В данной планировке была прихожая, кухня с холодным балконом, совместный санузел и спальная комната. Мы немножко перекроили спальню и добавили гардеробную комнату, а со стороны прихожей сделали нишу для встроенного шкафа. Заказчица сказала, что любит простор, поэтому мы не выделяли зону гостиной здесь и не ставили диван. У нас получилась прихожая, совместный санузел, кухня и спальная за гардеробом. Сейчас мы находимся в зоне прихожей. Она у нас получилась очень просторная. Здесь нам удалось расположить шкаф-купе с зеркалом. Там мы спрятали все щитки. У нас есть полочка для того, чтобы положить сумки или пакеты. И также хранение верхней одежды и обуви. На противоположной стене у нас расположились панели от Орак и небольшое место под пуфик. Дальше у нас идет дверь, которая направляет нас в санузел. Мы туда пройдем чуть позже. Данная панель является декоративным элементом. Здесь предполагался небольшой столик для того, чтобы положить ключи. Но в ходе работы заказчица отказалась от этой идеи. Поэтому мы купим сюда только пуфик. Не очень красиво закончила. На полу у нас уложен кварцвинил, который плавно перетекает в спальню и кухонную зону. Кварцвинил не боится влаги. Поэтому мы не побоялись делать его в мокрых точках, таких как прихожая и кухня. Покидая прихожую, через небольшое пространство мы попадаем в обеденную зону нашей кухни. Здесь у нас расположен круглый стол на 4 персоны. И интересные акценты в виде подвеса. Напротив обеденной зоны у нас открывается красивый вид на кухню. Хотела познакомить вас с нашей заказчицей, которая нам сейчас расскажет об ее интерьере. Для меня получилась идеальная кухня, потому что я хотела кухню именно в светлых оттенках. И мы подобрали прям идеальный бежевый цвет. Я очень хотела, чтобы духовой шкаф и микроволновка располагались друг над другом на данном уровне, чтобы не загромождать мою рабочую поверхность. Мне очень хотелось, чтобы была подсветка в зоне готовки, а также для красоты мы добавили освещение сверху. Изначально Изабелла мне предлагала сделать встроенный холодильник, но я отказалась, потому что такой холодильник более вместительный. и функционален. Да, 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 заново. Фу, выдыхаю. Ангелина, расскажи, удобно ли тебе пользоваться посудомойкой? Да, мне все удобно. Мойка, посудомойка, и здесь располагается сушилка, что очень удобно, то есть все в одном месте. Также для меня было очень важно, чтобы здесь находился минимум баночек, поэтому я попросила Изабеллу предусмотреть встроенный дозатор для посудомоечного средства. На кухне у нас пластиковая столешница под мрамор, и в нее мы встроили раковину из искусственного камня. Также у нас есть кухонный фартук, который мы подбирали уже под столешницу и провели интересный латунный золотой молдинг, чтобы обрамить края плечи. Ты не так делаешь? Меня так учили. Все, начинаю. Мы скучные. Не самый интересный сюжет. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Сейчас мы находимся в спальне Ангелины. Ангелина, расскажи, что для тебя было важно. Для меня было очень важно, чтобы вся квартира была выдержана в одной цветовой гамме, но мне хотелось добавить акцентов, поэтому мы заказали живую роспись по стене у художницы. Фреска была выполнена на обоях. Обои мы использовали Миласа. Здесь у нас использованы два оттенка. У него очень богатая палитра, и они создают эффект покрашенных стен. В качестве декора мы добавили зеркала. Они хорошо перекликаются с нашим туалетным столиком и несут функциональный характер. При выходе из гардеробной можно будет посмотреться в зеркало. Поправится. Поправится. Сразу вышло из гардеробной. На, получай. Поправим. В нашей спальне расположилась зона ТВ и стеллаж с полочками. На самом деле очень многие клиенты боятся открытых полок, боятся пыли, и ты одна из немногих, которая применила это у себя. Расскажи, для чего? У меня много декора, и я люблю читать, у меня много книг, поэтому я очень хотела, чтобы у меня был большой такой стеллаж, где я могла все разместить. Нафига тебе это надо было? А потому что хламу дофига. Для меня было очень важно, и это было мое давнее мечтой с детства, иметь свой туалетный столик. Мы предусмотрели зеркало с подсветкой. Ты можешь его прям приоткрыть, сказать, что у тебя здесь две выдвижные полки, тебе удобно хранить всю твою косметику, которую, честно говоря, сюда не поместят. Мы предусмотрели две выдвижные полки, где располагается вся моя косметика. И какая же спальня у нас без кровати? Я эту кровать увидела задолго до того, как мы начали проектировать спальню. Я ее увидела, я в нее влюбилась. Мне очень нравится, что здесь высокая мягкая спинка, и у меня еще здесь предусмотрен подъемный механизм, соответственно, это еще дополнительное место, где я могу хранить свои вещи. За эту дверь у нас расположена гардеробная. Для того, чтобы не загромождать пространство, мы предусмотрели стеклянную дверь. Одним из плюсов является то, что естественный свет проникает туда. Нормально? Мы находимся в совмещенном санузле. На самом деле, он был очень маленький, и мы долго думали, как же все здесь расположить. И начну рассказывать, наверное, с нашей тумбы встроенной раковины и зеркал с подсветки. Следом за раковиной у нас находится инсталляция с встроенным гигиеническим душем, водонагреватель, который мы оставили в открытом доступе в целях экономии бюджета. В углу у нас находится душевая со встроенным трапом и выдвижными дверцами. Здесь применена мозаика. Вся остальная плитка у нас единая по всему санузлу. Здесь у нас тропический душ, душевая лейка и полочки. Далее у нас расположен полотенцесушитель электрический. На нем можно регулировать температуру. Под ним находится стиральная машина. Алло, галочка? Я еду в Гагр. Итоговая стоимость за реализацию данного проекта составила 50 тысяч за квадратный метр. Здесь были выполнены все работы под ключ. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наши соцсети. Всем до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok